Здравствуйте! Вы смотрите Аналитику на канале Витража о Вере в Красках. Издание «Национальный вестник» представляет греческую диаспору Америки. Оно очень тесно связано с орденом Арконтов. И как вы помните, именно на мероприятии в ордене святого апостола Андрея Первозванного патриарх Парфоломей позволил себе очень неоднозначное высказывание. Мы обсуждали этот эпизод в рамках Аналитики. И вот попалась мне на глаза одна из недавних статей этого издания, где от первой буквы и до последней точки все посвящено главе Фонара. Традиционно «Национальный вестник» выбирает кого-то «Человеком года». В ушедшем в 2021 году им стал патриарх Парфоломей. Что, впрочем, совершенно неудивительно. А вот причина, по словам издания, что он последние 30 лет как раз посвятил священному и плодотворному патриаршеству. Это и самое продолжительное патриаршество за последнее столетие в Константинопольском патриархате. Вот начинается статья со знакомого многим рассказа о детстве и юности нынешнего главы Фонара. Все бы ничего, но от простого рассказа о жизненном пути вот они так ловко переходят к достаточно странному восхвалению. Цитирую. Такова была воля Божия, чтобы этот бедный, но выдающийся мальчик, родившийся на оплененном и измученном острове, стал 270-м преемником святого Андрея Первозванного, апостола Христа, предстоятелем православной церкви, призванным пасти все народы, став патриархом из Имвроса, патриархом Геноса и Кумены. Кстати, последняя фраза как раз и показывает, что вся вселенскость ограничивается как раз греческим миром. И тут бы, кстати, прозвучали слова патриарха Александрийского об отсуждении одноцентризма, этнофилитизма, но он как раз часть той особой группы, которую собрал вокруг себя глава Фонара. Можно немного поспорить о терминах, о том, что они вкладывают в их значение, но суть не меняется. Мол, мы особые, и потому наш патриарх тоже особый. Идея первого безравных появилась далеко не на пустом месте. И орден архомтов как раз следит те, кто активно продвигает эту идею. Но вернемся к статье. Пропустим пару абзацев с перечислением учебных заведений, которые окончил глава Фонара. Не будем останавливаться на тех языках, которыми он в той или иной мере овладел, но я хотел бы обратить ваше внимание на те акценты, которые расставлены в статье авторами Вестника. Он оставался главой личного патриаршего офиса до своей интронизации в качестве митрополита Халкидонского 14 января 1990 года. В июле 1990 года он сопровождал патриарха Дмитрия в его историческом 27-дневном визите в США в качестве его главного советника и администратора. 22 октября 1991 года его святейшество был единогласно избран Божьей милостью архиепископом Константинополя, нового Рима и вселенским патриархом после смерти патриарха Дмитрия 2 октября 1991 года. Исторический визит в Америку. Понятно, что это издание греческой диаспоры в США, но мне порой кажется, что вот Константинопольский престол давно перенесли куда-то, к примеру, в Нью-Йорк. Ведь так много всего связывает фонар и США. Но вернемся к статье. Патриарх Варфоломий – взрослый человек с детским сердцем. Он патриарх любви, мира и примирения, но в то же время он строг, когда жизнь в церкви и тех, кто ее продвигает, подвергается сомнениям и противодействиям. В украинской ситуации, согласитесь, мы увидели это стремление к миру, когда мало кровопролития на востоке страны, и за действием фонара через руководимых ими раскольников был открыт настоящий религиозный фронт. И думаю, не нужно напоминать и о захватах храмов, и о нападениях, и даже об угрозах, когда и храм вроде бы захвачен, но делают все, чтобы выдавить любого представителя канонической церкви из населенного пункта, где находится этот храм. А как же еще описывает патриарха Варфоломея авторы греческого издания. Умеет оценивать прошлое, двигаться в настоящем и смотреть в будущее. Другими словами, он человек видения. Ведь без видения нет надежды, а без надежды история заканчивается. Но и в чем же состоит это видение? На что надежда? Эти видения и надежда, которые характеризуют пребывание патриарха Варфоломея, проявились пять лет назад на Святом и Великом Соборе Православной Церкви, который состоялся в июне 2016 года на Крите, несмотря на проблемы и саботаж, предпринятый против Матери Церкви некоторыми Матери Убийцами. Своим поведением в то время патриарх Варфоломей доказал, что он является важным и харизматичным лидером Церкви, продолжая работу Синода, который является величайшей исторической вехой его патриаршества. Какая интересная веха. Причем чем дальше, тем больше узнаем о том, что на самом деле пытались сделать на Крите. И как оказалось, многие решения, в том числе и о желании собирать под своим крылом раскольников, были приняты ранее, а тут просто пытались их вписать в общеправославную повестку. Интересно, что собор на Крите для главы Фонара очень дорог, но почему же мы видели столь пренебрежительное отношение Фонара и его сателлитов к всеправославному совещанию в Омане? И как понимаете, это еще не все. Другой вехой является предоставление автокефалий Православной Церкви Украины, несмотря на реакцию и крики некоторых, кто пытается сделать православную церковь, просто федерация национальных церквей, отступая от многовековой, канонической, экклезиологической традиции церкви. Как раз такие самовольные решения и попытки протащить признание раскольника вопреки канонам и правилам, причем не просто желание это сделать, но и активное воздействие на других предстоятелей. Это явно не та вековая традиция, о которой все должны помнить. Тут как раз попытка поиграть в папу, такую вот роль сыграть восточного папы, который может позволить себе все, что угодно, и назвать века его пути, его видения и надежды, и все это через признание откровенных раскольников, причем с огромной политической составляющей и безглавной христианской составляющей покаяния, даже не знаю, как это комментировать. По словам авторов статьи, патриарх Варфоломей продолжает писать историю. Безусловно, и пишет историю, и войдет в историю вопрос только кем? Благословляющим раскол? Тем, кто смог зажечь огонь религиозного противостояния в нескольких странах, хотя все может быть иначе, и так хочется, чтобы он остановился в этом своем видении, которое только углубляет этот раскол. Ведь для Вселенской Церкви не так важно, кто и кого человеком года назовет, а вот то, что Церковь выстоит, преодолеет все испытания, важно для всех нас. Остерегайтесь сомнительных собраний и непроверенных новостей, читайте классику и смотрите канал Ветражи о вере. Раз.